С приходом зимы для многих автолюбителей одним из самых популярных маршрутов становится река. Для жителей Ленска самое востребованное направление от города до поселка Пеледуй. Стараясь сэкономить время в дороге, водители едут по неокрепшему льду. Сейчас это не только опасно, но и наказуемо. О том, что грозит нарушителям, расскажет Дмитрий Вельчевский. Зимняя переправа по Лене – объект стратегически важный для города. Добираясь по ней до конечной точки, люди существенно экономят время и средства. Но движение по неокрепшему льду и неподготовленной надлежащим образом дороги представляет серьезную опасность для водителей и пассажиров. На сегодняшний день ледовые переправы у нас все закрыты. Ведутся подготовительные работы по их обустройству. Движение по ледовым переправам на сегодняшний день запрещено. Хотелось бы обратиться к водителям с призывом воздержаться. Это таких опасных поездок, так как лед еще не окреп должным образом. Когда дорога откроется официально, станет известно лишь после завершения работ по ее обустройству. Автодизм Кабалинск-Пеледуй. Заказчиком является управление автодорога Республики Сахай-Якути. Официальный срок открытия реликтировочно 15 ноября. Но это зависит от погодных условий. Может быть и раньше. Подрядчик делает замеры толщины льда на ледовых переправах. Составляется акт и выезжает преимущественная комиссия по приемке от Одинника. В настоящее время на въездах и выездах установлены запрещающие знаки, предупреждающие об опасности. А административная комиссия совместно с сотрудниками госинспекции по маломерным судам проводит регулярные рейды. Здесь мы находимся по профилактике правонарушений, связанной с ледовыми переправами. То есть до принятия нормативных актов водители не должны проезжать по любым ледовым переправам. И вот в целях безопасности жителей, в целях безопасности самих же водителей, которых они людей возят, мы проводим профилактические мероприятия уже не один год. Согласно Республиканскому кодексу об административных правонарушениях, для водителей, проезжающих по ледовым переправам до их официального открытия, предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Для тех, кто занимается частным извозом, сумма штрафа значительно выше – от 20 до 50 тысяч. Еще больше заплатят за нарушения юридические лица – от 100 тысяч до миллиона рублей. Тем не менее, несмотря на запреты, некоторые водители все же выбирают опасный путь, не боясь финансовых потерь и угроз для жизни.